Здравствуйте, уважаемые мои слушатели! Сегодня у нас будет вопрос, который мне очень часто задают. Он называется достаточно просто – скорость ума. Ну, как вот измерить скорость ума? Мы думаем же ведь, наверное, ну, некоторые уж точно. Иногда, конечно, когда прижмёт. Но очень интересно. Тем более, что существуют сейчас многочисленные исследователи, которые так на полном серьёзе и в Америке, и в Европе рассматривают этот вопрос. В чём же дело? Ну, естественно, как положено всем слабо недоразвитым естествоиспытателям от психологии. Они, конечно, берут за основу индекс IQ. Напомню, что этот индекс был разработан для того, чтобы отбирать посредственности, с помощью посредственностей. И ни один гений полноценно этот самый индекс пройти не может, потому что он рассчитан на идиотов. То есть это попытка отбирать законопослушных обывателей в Америке. И Айзен, который придумал это, он страшно ругался. Он говорит, ни о каком интеллекте речь не идёт. Наоборот. Потому что благодаря потом, конечно, американцы всё сделали по-своему. Они же самые умные. В смысле, таких ещё не найдёшь. Ну вот, они продолжают в этом духе. Ну вот, они что сделали? Они сделали очень простую вещь. Взяли, использовали индекс IQ, сортинг детей. Ну как у нас, слабоумные психологи и педагоги в 90-е годы бросились в ЕГЭ, вот в это, в тестирование, циферки ставить. Они этим занимались там 35 лет и показали, что самых способных они отправляют на бензоколонки и в тюрьмы, а идиотов правительство. Ну это мы сейчас с вами видим просто. Живьём. Ни инженеров, ни физиков, ни химиков приходится всего мира собирать. Поскольку идиотическая практика государства на протяжении 35 лет уничтожила всех более-менее здравомыслящих, никуда их не пустила. Мы хотим так же. Я чувствую, что хотим. Судя по тому, что творится. Так вот. Тем не менее, значит, до сих пор всё очень популярно и скорость ума измеряется опять в соответствии с индексом IQ. Как это делается? Да очень просто. Например, здесь недавно взяли 1 миллион человек. Вы можете себе представить? Правда, тесты там были идиотические. Но неважно, зато выборка какая. В результате этой выборки, которая, кстати, была построена на отношении к расовой сегрегации, значит, было исследовано миллион человек, и в основном пришлись на 20-60-летних. Что оказалось, что 14-16 лет скорость ума самая быстрая. Для меня это вообще полнейшая загадка, как они могут определять скорость ума, если его ещё нет. Что там, кроме половых гормонов и стероидного состояния, когда они бегают там с этими мечами джедаев, деревянными мечами там, хоббитов, которые пристраивают себе синенькие хвосты, маловменяемые сексуальные маньяки. Они, кажется, у них самое быстрое мышление. Ну, понятно, что это за мышление, о чём они должны думать. Наверное, исключительно о половой системе друг друга. Тем не менее, это всё продолжается. И у меня есть вот в реестрике замечательная ещё работа Гейдельбергского университета, уже Федеративная Республика Германии. Скорость мышления у них растёт до 30. Ну, вот как-то можно померить, поверить, потому что у нас мозг созревает до 28 лет. А после 60 падает, снижается. А в 80, ну, совсем плохо сопряжают. То есть у нас огромная проблема. Быстро надо сопряжать. И для этого существуют специальные курсы развитие скорости мышления. Это прекрасные. Это чудесные планы. Что же рекомендуют на этих курсах? Ну, здоровый образ жизни. Это понятно. По здоровому образу жизни останавливаться не буду, потому что есть такая песня. У Сергея Шнурова называется «ЗОЖ». Она исчерпывающим образом поясняет плоды и результаты длительного занятия ЗОЖем. Питание, сон, упражнения, но, естественно, более того, это по-разному сказывается на людях. Причём, как показал институт психологии РАН, у нас есть аналитическое и интуитивное мышление. И вот здесь развитие её скорости надо тоже разными такими полезными манипуляциями улучшать. То есть нужно ответы находить на всё быстро, искать. Нужно пальчиками мелкая манипуляция. Значит, мимическая гимнастика очень помогает. Внутренний темпоритм. Интересно, какой идиот его может измерить? То есть надо бегать быстро. Для того, чтобы лучше соображать, с точки зрения этих голубцов от психологии, надо быстро бегать. Скорость чтения увеличивать. Наблюдательность надо как-то увеличивать. Надувать насосом. Что делать-то? Более того, они говорят, что для скорости мышления крайне важно. Это и наши, и западные соглашаются. Использовать шаблоны и накапливать сундуки, я не шучу, алгоритмов. То есть думать не надо. Можно быть прекрасным олигофреном, дебилом в чистом виде. Но набрать большое количество алгоритмов поведения или шаблонов, как они еще называют, и их быстро использовать. Вот тут-то шустрость и повысится. Сказочный идиотизм. Вы знаете, это просто что-то невероятное. И более того, наиболее продвинутые торговцы игрушками, они говорят, что вообще надо онлайн тренироваться. Просто садишься в шутер в какой-нибудь и начинаешь скорость мышления увеличивать. Пиф-паф, пиф-паф. На самолетике туда-сюда, туда-сюда ножками вжик-вжик-вжик. Еще желательно покупить и собрать самому эту градулину для полетов или для вождения болида. Ну и не рискуя собственной задницей спокойненько ее тренировать вместе с мышлением, который сразу же попрет. это уму непостижимо и нерастяжимо. То есть это все серьезные люди, психологи, психопрактики, детские психологи, которые мы сейчас вашего ребеночка разовьем. ЗОЖ, тренировки, быстрое мышление, побольше шаблонов и никакого произвольного мышления. Вы будете успешны, среди таких же, как вы, идиотов. Это мы вам гарантируем. Это что, правда? Но, если чуть-чуть обернуться назад на соточку лет и посмотреть, о чем же думали в те далекие времена любители изучения мысли. Но они говорили так, что мысль такая быстрая, что бжик и все. И просто со скоростью света. Но были мерзавцы, естественно, которые говорили, ребята, не все так просто. Давайте все-таки ее померим. Как-нибудь. Ну, хоть как-нибудь. но и что гаснет? Подтолкнуло к этой светлой идее астрономы, то есть астрономы, если быть правильно, они увидели, что, проводя наблюдения за звездами, многие астрономы отличаются. Одно наблюдательность одного и, скажем так, скорость реакции от другого. И они впервые обозвали это индивидуальным уравнением. То есть звезда, когда двигается, надо точно засечь время ее прохождения с долями секунды. Это проблема. И она носит индивидуальный характер. Таким образом пришла в голову мысль о том, что надо проверять скорость психологических процессов. Ну, в самом простом виде это раздражение, свет и реакция на кнопочку нажать. Ну, что и было сделано. Для этого был создан гиповский хроноскоп. Ну, то есть, на самом деле, секундомер с двумя отсечками. Все понятно. И вот, когда человеку светит, включается лампочка, его надо нажать. Вот, пока идет сигнал от глаз через латеральные коленчатила затылки, потом переключается на двигательно-моторные центры, и потом срабатывает рука. На всю эту историю у людей по-разному, но от 0,12 секунды на все на это уходит. А вот, если взять это за базу и начать вычитать, ставя сложные задачи, ну, чтобы человек смог подумать, а время на приход сигнала и уход ну, и там всякие хитрые фокусы делают, черные-белые квадраты, и выяснилось, что 6 тысячных секунды нужно на то, чтобы подумать, выбрать, нажимать или не нажимать на белый-черный квадрат. То есть вот это и есть прохождение неких сигналов, которые там варятся. Но если ты начинаешь усложнить задачу, то есть человеку, например, надо сделать как на рояле на клавиатуре, там 10 вариантов движения, то тут же удлиняется до 4 десятых секунды. А если, не дай бог, сложный вопрос хоть какой-то, который требует манипуляторного ответа, там, да, нет, но надо обдумать, то время возрастает еще больше. Речь уже идет о секундах. То есть иначе говоря, скорость и точность человеческого мышления в сложной ситуации требует огромного количества времени. Именно поэтому многие люди, писатели, значит, поэты, художники, они пишут не за одну секунду. Вот эти вот, которые берут карандаш, а так одним движением создают шедевр, перед вами, как правило, или мелкий жулик, или мазурик, который пытается на старом пиаре заработать денежат. То есть, серьезная писанина требует огромных усилий. напомню только про одного такого известного человека Гоголя. На самом деле, он изобрел по сути дела файловую систему. Он что делал? Тетрадку? Писал свои сочинения. А потом дописывал кусочки, вставлял и подклеивал. Получался такой гигантский файл бумажный. Когда он превращался в неудобоваримую систему, он отдавал переписчику, тот все это вставлял, переписывал, и цикл повторялся. Вот так он бился над своими текстами, пытаясь создать те шедевры, которыми мы наслаждаемся до сих пор. То есть, иначе говоря, скорость это быстротечный подбор действительно алгоритмов или готовых решений. Но есть, знаете, такие быстродумающие люди. Раз, 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 раз. Это вот, знаете, когда вы на рынке пытаетесь сторговаться или пытаетесь на бирже что-то своровать или торгуете шнурками в неприличном месте. Вот тут вам надо суетняк. Быстро соображать, быстро считать. Это вот для этого. Мышление довольно длительный и сложный процесс. Он идет медленно, с большими затратами не всегда получается. Иногда работаешь, работаешь, а потом ты понимаешь, что все это в мусорную корзину. Это правда. Так устроен мир. Даже правильная мысль, пришедшая в голову, должна быть изложена так, чтобы люди могли ее понять. Я об этом много писал и говорил о том, что есть вещи, которые просто некоторыми людьми не понимаются вообще. То есть создатель некой мысли, ее воплотитель, так сказать, и приемник должны иметь похожую конструкцию мозг. Человеку с другой конструкцией очень многие вещи объяснить вообще невозможно из-за особенностей индивидуальной изменчивости. Это не значит, что кто-то плохой, кто-то хороший. Нет, люди разные и мы должны это учитывать. Кому-то нравятся сухарики с изюмом и сахаром, а кому-то не очень, а кому-то их просто нельзя. Вот такая вот жизнь. Поэтому учитывайте не только свое, но и чужое мнение. А скорость мышления, как правило, говорит о том, что перед вами мелкий мазурик с готовыми алгоритмами решений. Ценности особо даже на фирме не представляет. Ищите тех, кто не пытается силой мысли ловить муху, а тех, кто их умеет создавать. тогда смотришь что-нибудь да и получится. Потому что сейчас в настоящее время главное уже стало неумение припаивать транзисторы или вставлять микросхемы, неумение ловко манипулировать чужим сознанием, а спрос возникает на тех, кто может создавать то, чего не было в природе и в обществе. Пока начальники это не поймут, будет плохо. И они будут отправляться как раз осваивать шансовый инструмент. Потому что на их место придут сообразительные, начитанные, умные люди, которые умеют синтезировать в том числе и новые занимательные сущности. На этом, уважаемые слушатели, до свидания.